Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Но первое, что я хочу сказать, уже третий день, как я принимаю антибиотики. И вот вчера уже на второй день я себя почувствовала намного лучше. У меня какой-то, как груз с плеч упал, и вот эта слабость, которая была, она как бы прошла. Я себя намного просто, в общем самочувствии, намного лучше себя чувствую. Вот, так что теперь я могу уже спокойно что-то снимать, что-то делать. Я вчера уже помыла коридор общий, который я не могла помыть уже две недели. Я как приехала, смотрю, грязный коридор, а соседи, ну, кто-то там может быть болеет. Вообще соседей не вижу. Я знаю, что одна соседка уехала, другая просто бывает дома редко. Остальные не знаю, там может работают или что. Ну, в общем, короче говоря, все мне до коридора. И он был грязный. В общем, помыла вчера. Ну, и как-то по дому перемещаюсь уже полегче. В общем, как-то так вот уже более-менее уже какие-то возникают мысли, желания что-то поделать. И даже шутить становится легче. Вот, самочувствие, все-таки антибиотик меня улучшил. Вот, так что за меня не переживайте. Температуры нету, ничего не болит. Это, в общем, и в общем целом становится лучше. Вот. Ну, а что я сегодня собираюсь сделать? Сейчас я собралась сделать чистку лица. Я только что вот искупалась. И хочу сделать пилинг. Я уже как-то его показывала, но давно. Если кто-то не видел, в общем-то, я покажу, чем я делаю пилинг. Вот. Ну, так вот коротюсенько покажу, не буду сильно углубляться. Для пилинга я использую вот такие три замечательных средства. Я их уже давненько брала. И это Фаберлик. Это шаг 1. Не, шаг А, Б, С. Ну, в общем, первый шаг это идет химический пилинг. Это подготовка лица. Ну, как смягчение кожи, я не знаю. Второй шаг это идет сам пилинг. Это вот такой микродерма, я не знаю. Даже это не скраб, а мельчайшие такие частицы, которые пилинг делают лица. Ну, и состерапия, восстановление. Это уже потом завершающий этап, который, если вы немножечко переусердствовали с пилингом, ну, вот снимает боль, воспаление, в общем, как бы успокаивает кожу. Вот так. Ну, в общем, вот таких три шага. Дальше я приготовила кисточку, ободочек. И для увлажнения кожи вот такую вот. Ну, нужно влажную кожу перед пилингом делать. И вот такой вот немножечко спрей. Это вот для тела мист идет. Но он для лица тоже подойдет. Вот. Ну, и зеркало. Так, ну, в общем, в целом я готова. Я постараюсь это сделать быстренько. Оденем ободочек. Волосы надо подобрать. Так, ну и что? Лицо должно быть очищенным и умытым, да? Значит, берем шаг А. Мне удобно наносить его кисточкой. Кисточкой более равномерно получается наносить. Ну, кроме области вокруг глаз, на слизистую, чтобы не попадало. Потому что будет щипать. И чтобы не было раночек на лице, тоже будет щипать. Вот этот шаг А надо наносить на 10 минут. Но, если вы наносите это впервые, то нужно сначала пробовать, сколько минут лицо. Потому что у разной кожи, а может быть у кого-то чувствительное, и может быть покраснение, аллергия. То есть надо вот на это дело проверить. Аккуратненько вокруг носа. Нанесем. Ну, вот так. Все готовенько. Можно еще и на шею нанести. Но мне главное почистить лицо. А шею чистить мне не надо. Потому что она у меня чистая. Ой, девочки, соскучилась за вами. Соскучилась за шуточками всякими разными. Так, ну все. Я наношу и засекаю время. Буду держать 10 минут. Потом нужно будет смыть и немножко лицо промокнуть полотенчиком. Но следующий шаг надо будет наносить на влажное лицо. Поэтому не дать лицу просохнуть прям совсем. Так, я решила добавить чуть-чуть. Чтоб мало не показалось. А то пока я себя плохо чувствовала, мне было, честно говоря, вообще не до этих всяких процедур. Мне было лень, не было сил. Хотелось полежать, посмотреть телик и ничего не делать. Ну, в общем, я ничего и не делала. Все, мои хорошие, 10 минут умоюсь, потом к вам вернусь. Будем делать шаг 2. Ну вот, я пришла, я все смыла. Но пока я настраивала камеру, свет... У меня лицо высохло. Оно быстро очень высыхает. Вот для этого я как раз и приготовила вот этот вот мист для тела, для лица, если есть. Или просто можно водичкой. Надо увлажнить немножко лицо. На влажное лицо вот это нужно нанести, вот этот пилинг. Ну, я его сразу нанесу на все лицо, а потом уже помассирую по зонам. Каждую зону нужно будет где-то, ну, не больше 2 минут примерно массировать. Чтобы не натереть кожу, потому что это очень сделать можно легко и для себя незаметно. У меня такое уже было, потом кожа болела, горела, пекла. Ну вот, я вроде бы все это нанесла. Ну, основные зоны загрязнения, это у нас подбородок и нос. Ну, по крайней мере, у меня. Это у кого комбинированная кожа, эта вот Т-зона, она самая такая грязная, можно сказать. И вот так вот легкими движениями можно вот это вот все немножко запеленговать, помассировать. Ну, в общем, целом, если 2 минуты сюда, 2 сюда, 2 сюда, 2 сюда, 2 сюда, 2 сюда, это где-то на это время уходит минут 10. Но, наверное, можно и все это сделать гораздо быстрее. Ну, 10, не 10, может, меньше. Вот. Ну, все, ребята. Все это я уже помассировала и пойду сейчас смывать. Ну, а потом вернусь к вам, и мы нанесем уже шаг С. Все, девочки, я умыла лицо. Когда лицо умывала, вот вы не представляете себе, насколько лицо становится мягкое и нежное. Это просто чудо. Теперь надо быстренько нанести шаг С. Вот этот вот восстанавливающий бальзамчик. Я немножечко так потерла хорошо носик, подбородок. Вообще, вы знаете, эту процедуру я обычно делала раз в неделю. Ну, пока я была вот у дочки, большую часть времени проводила. В общем, как-то немножечко стало это делать очень редко. А потом плохое вот это самочувствие. Мне было как-то не до этого, не хотелось ничего. А сейчас я прямо оживаю. Вы знаете, прямо мне хочется поухаживать за лицом, что-нибудь поделать по дому. Прям чувствую себя намного лучше. Вот. Ну, всё. Вот этот бальзамчик остаётся на лице. Если есть необходимость, у кого лицо сухое, можно будет так немножечко спустя, минут 15, можно будет сверху просто нанести крем для лица, которым вы пользуетесь. Но я сейчас чувствую, что мне не нужно крем. Хотя у меня лицо, оно у меня вот сухое, оно у меня стягивает обычно после умывания. А этот бальзам такой нежный, нежный, мягкий, что вот я принесла крем, а мазать я его сейчас не буду. Прям не хочу. Вот. Такие вот дела, девочки. Прям вообще очень гладенькая-гладенькая личка стала. Классная. Если кому-то Фаберлик вот заинтересовал кого-то, я ссылочку оставлю, потому что у меня спрашивают иногда в комментариях, чем вы ухаживаете за своим лицом, а что это, сколько оно там стоит, что это за средства, что это за крема. Девочки, цены я не буду вам говорить, потому что цены там, они вот просто разные. Мало того, что каждый каталог, там меняется цена, там какие-то применяют акции, какие-то скидки. Потом у меня есть индивидуальная скидка. Я беру по другой цене. Поэтому, если я беру дешевле, ну, вы не сможете взять по моей цене, значит, я вам свою цену называть не буду. На данный момент, я не знаю, есть оно в наличии или нет, потому что это средство я брала уже давно. Вот. Но оно очень часто в каталогах есть, поэтому это вот как пилинг для лица. Шаг 1, 2, 3, в общем, там уход за лицом, посмотрите, найдете, если кого заинтересовало это дело. Вот. Ну что, теперь можно приступать уже к дальнейшим каким-то нашим занятиям. Мне нужно будет сегодня рыбку приготовить. Я вот еще пока не решила, как мне лучше сделать там тушеную, либо на пару, либо как. Ну, в общем, что-нибудь я придумаю. Рыба у меня хек, замороженный. И что-нибудь приготовим. А погода на улице отличная. Мне прям так и хочется выйти, но мусор мне нужно будет вынести. Поэтому все равно мне придется сегодня выходить на улицу. Ну, я вам сейчас просто покажу. Солнце светит, листочки на деревьях распустились, прям весна-весна. Кстати говоря, смотрю по прогнозам погоды и вот именно в новостях, что с климатом происходит. Я не знаю, что с нами происходит. Потому что у нас юг, у нас прохладно сейчас, похолодало. А в Новосибирске вчера 27 градусов, люди повылазили, люди пораздевались. Где-то там вообще сугробы понамелось, снегопады, метели. В общем, ужас, что происходит. Ужас, что с климатом происходит. Ну что, надо выглянуть в окошко. Там я слышу, птички у нас чирикают. Ой, какая красота. Смотрите уже, какие листья большие на деревьях. Там вон каштан внизу, тоже уже огромные-огромные листья. В общем, короче говоря, погода, блин, прямо шепчет. Я не могу. Постоянно открываю окно, потому что жарко. И еще, представляете, у нас до сих пор топят батареи. 23 апреля. Обычно 15 апреля уже раз и выключают. Но топят, значит, наверное, ночами еще прохладно, хотя уже не настолько и холодно. Хорошо, что я краники поставила, и у меня теперь батарея закрыта уже месяца полтора или два даже. И даже окно постоянно открываю, чтобы проветрить. Вот так вот мне жарко. Девочки, решила я приготовить рыбу. У меня есть замороженная рыба хек. Там две тушки, и я хочу приготовить ее в томате. Но рыбу я буду не жарить, а буду тушить в томате. Пойдемте, будем делать это все вместе. Вот такая рыбка. Вот такие две тушки. Вот одну я уже порезала вот такими, девочки, кусочками. Ну, примерно, где-то два с половиной, можно три сантиметра. Два-три сантиметра, вот так. Помыть, конечно, повырезать, там плавнички пообрезать. И будем готовить. Я готовлю хек, но вообще можно и ментай вот так приготовить. В принципе, любую рыбу, которая вам нравится. Будет очень вкусненько. Рыбку мы немножечко посолим. Посолить надо по вкусу. Поперчить. И добавить можно приправу для рыбы, если она у вас есть, если вы хотите. Любые специи, которые вы любите, можно добавить. У меня такие вот специи каждый день. Я чуть-чуть добавлю. Ну и все. Теперь это можно перемешать и оставить на 10 минут. Чтобы оно немножечко пропиталось. Чуть-чуть как промариновалось. Пока рыба маринуется, я сейчас нарежу луковицу кубиками. И еще я беру вот такого размера луковицу. Ну, не знаю, это средняя или крупная. И на крупной терке нам нужно ее натереть. Ну все, у меня готово. Я натерла морковку. Приготовила немножечко муки для того, чтобы эту рыбку там обвалять. И еще 2 столовые ложки томатной пасты. Разбавить стаканом воды. И столовую ложку, ну можно полстаканчика, вот как я сделала последнюю сметану. Нужно добавить сюда еще тоже воды. До стакана довести. Размешать. И приступим к приготовлению. Я добавила в сковороду немножечко растительного масла. И сейчас где-то минуточку, наверное, побаланшируем, пассируем, вот так пассируем точнее. Вот этот лук. Лук надо непрерывно помешивать. Теперь можно отправить сюда морковь. и еще 2 минуточки тоже попассировать. Ну а теперь можно добавить сюда томат и сметану. И еще 2 минуты это все потушить на медленном огне. Пока наши овощи тушатся, я сейчас немножечко обваляю в муке нашу рыбку. Подготовлю ее. Ну а теперь можно рыбку нашу выложить прямо в этот томатик, не обжаривая, не обжаривая рыбку совсем. Можно закрыть крышкой. Тушим 10 минут. Через 10 минут перевернем рыбку и потушим еще 10-15 минут. И готово. Какая красота, да? Ну что, рыбу я перевернула и еще пару минут она должна покипеть и уже готова. Красота! Ну а к рыбе я хочу приготовить картофельное пюре. Хотя эту рыбу можно есть с любым гарниром, какой хотите гарнир. Но я люблю есть рыбку с картошечкой. Вот так вот. Так что я картофельное пюре сейчас буду еще готовить. Ну вот, моя картошечка готова. готова. И теперь можно будет ужинать, но только я буду кушать попозже. До ужина еще далеко. Пока я кушать не хочу. Сейчас пойду мусор выносить. Девочки, пока я собиралась, пока я готовила, вернее, солнышко уже спряталось за облачка. Но облачка там вроде бы небольшие. Я надеюсь, солнышко еще застать. Я все-таки хочу выйти, вынести мусор, немножечко вдохнуть свежего воздуха и тем временем, пока проветрится моя комната. А, кстати, хочу я вам сказать, я смотрю сейчас сериал «Консультант». Это сериал 2020 года, по-моему, свеженький, потому что я уже до этого смотрела сериал «Консультант», но только раньше выпущенный. А здесь уже другие актеры. И сериал, по-моему, «Стар Медио» там снят. Но я его смотрю на Ютюбе. В общем, уже десятую серию надо мне посмотреть. Ну, такой детективчик захватывающий, есть интрига. В общем, все в жанре детектива, все как положено. Вот. И когда я приду домой, уже продолжу просмотр этого любимого сериала. Смотрите, одуванчики уже у нас. О, красота какая! Прям весна. А тут тюльпанчики распустились. Вообще красота! И вот такие вот цветочки уже есть. Прелесть! Я не могу. Я не могу. Я балдею. Так хочется постоять, подышать свежим воздухом. Прямо хочется на фоне цветочков немножечко побыть. Весна идет своим ходом. И весне все равно. Есть карантин или нет карантина, да? На улице теплым. Прямо вообще тепло. Я вот видите, как кофточку одела, свете ручек. Ветра нету, вообще тишина. Никакого ветра нет. Ну что, мои хорошие. Я немножечко, 5 минут подышала свежим воздухом. А сейчас я пойду домой и буду смотреть сериальчик. Я с вами повидалась. Я вам сказала, что мне намного лучше. Я очень хорошо себя чувствую. Но мне нужно будет еще 2 дня пропить антибиотики. Сегодня у меня третий день. Ну и на пятый день вы узнаете, как я себя чувствую обязательно. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.